Я хотел сказать, что меня зовут Михаил Андреевич Назаров, и у нас вводное занятие. Я буду у вас вести олимпиадную подготовку по химии в этом году в 8-м и в 9-м классе. А для начала я хотел сделать опрос, какие у нас тут классы и кто вообще, что думает про наш кружок. Для этого переходите по QR-коду. Вам же сейчас не загораживает табличка, часть экрана, да? Все хорошо видно? Да. По этому QR-коду проходите. Да-да-да, переходите, и там сразу вы сможете оставить свой голос. Вот, я уже вижу. И мы сразу можем смотреть, какая у нас состава аудитории. Так. Пока что преобладают восьмые. Как перейти по QR-коду? Тебя можно так узнать? Заходишь в Google Play или App Store, скачиваешь читатель QR-кодов и... Господи, какой ужас. Я просто открываю камеру, навожу камеру и все. Ну? Без всяких App Store приложений. А у кого нет второго телефона, чтобы камеру навести? Восьмые доминируют. Боже мой, вы же типа с телефона и второго телефона. А вы можете сделать скриншот и потом со скриншота скачать. Нифига. Как? То есть, ты вынешь камеру с телефона и направишь на свой же скриншот? Так нет, а там же можно отсканировать скриншот просто. Шутка-минутка. Так, ладно. Вообще, мне кажется, тут ноги на компьютере так-то. Ну ладно. Ну да, я тоже так думал. Ну сейчас, ладно, раз такая проблема, вы конечно правы. Момент. За девятый кто-нибудь проголосуйте трижды, там три человека. Как убрать? У меня что-то сломалось, секунду. А, вот, все. Так, и теперь вам нужна ссылка, да? Первую ссылку, и сейчас я вам ее в чате вписку сниму. Вот, пожалуйста, можно подключить. О, я смотрю, один человек с девятого. Серьезно, один? Да там трое на самом деле. Почему один? Потому что восьмые классы доминируют. Там Федя и Маша, там есть люди. Все, монархия восьмых классов, всех остальных классов. Ну, смотрите, тут у нас шестнадцать человек сейчас в конференции. И есть у нас одиннадцать классов. Ну, хорошо, пятнадцать классов. Такие интеллектуальные шутки. Можно без спама? Вот. И печально, почему нет девятых? Это вообще что-то такое? Безобразие. Неужели у вас такие неинтересующиеся... О, два девятых, вау. Неинтересующиеся студенты в девятом классе, что типа они не хотят ходить маленько. Я говорю, либо три, либо четыре человека. Четыре человека. В том году было двадцать четыре человека. Из девятых? Да. Весь химкласс целиком пришел. Да. В общем, короче, исправляйтесь. Ладно, у нас тем временем следующий опрос. Это так, чисто для интереса. Вот вы сейчас пришли, вы такие типа, какой-то чел сидит, что-то затирает. Да, тут у нас будет какой-то курс, типа, что, о чем это вообще? Вот что вы ожидаете, пока я еще не успел рассказать, что мы будем делать? Что бы вы хотели делать? Решать задачки олимпиадные, проводить занимательные опыты. Нет, подождите, это надо писать. Стоп, стоп, стоп. Это же опрос. Так, у ссылочки-то нету. Так она одна. Листайте на следующий. А, она одна на все? Да. А, сейчас я... Там листаете, и у вас следующий опрос. Он второй из двух. И вы там можете писать, и ваши ответы будут появляться на экране. Причем, если вы будете как-то отвечать, ну, там, не знаю, эксперимент, и кто-то другой ответит тоже эксперимент, то это слово будет больше расти в размере. Короче, сейчас увидите. Так, я смотрю, тут у нас все новые люди подключаются. Так что я вам на секунду переключу на предыдущий экран, чтобы вы могли еще раз отсканировать QR-код. Те, кто только подключились. И по нему у нас опросы проходят. О, эксперимент, задачки, эксперименты, печеньки. Так. Ну, то есть, значит, работает. О, 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 о. Подготовка к Олимпиаде, дружный коллектив, опыты, дополнительные оценки. А как еще раз голосовать? Смотри, заходишь вот по этому QR-коду, сканируешь, там появляется, собственно, ресурс, на котором можно голосовать. И там два опроса, два слайда как бы. Первый слайд, какие классы сейчас в конференции, а второй слайд по поводу ожиданий от нашей сборной. Ну-ка. Олимпиадки, дополнительные оценки, я уже читал, опыты. Так. О, интересная информация. Печеньки набирал популярность. Да, печеньки прям растут, я смотрю, в популярности. Там можно до... Кто шарит, тот шарит. До четырех ответов можно отправлять. До ждать занятия. Да. Дружный коллектив. У меня мем сегодня будет на эту тему. Нет, все-таки эксперименты лидируют. Стать умным, это четко. Чаек. Да, чаек можно. Ну, пока что все, что вы тут пишете, все реально будет. Так. Печенье. У кого-то печеньки, а у кого-то печенье. Химия невероятна. Веселое изучение химии. Ну что? Еще кто-то будет оставлять варианты? А, вам еще что-то меняется. А дополнительные оценки, правда, будут? Да, реально будут. Причем не то, что оценки, а типа я, ну, естественно, только пятерки ставлю. Разве в лице ставят другие оценки, кроме пятерок? По-моему, ну... Единицы. Просто перепразить. Еще вопрос. Ставят ли в лице другие оценки, кроме тройки? Вот, хороший вопрос. Вот плюс. Вот, смотрю, все хорошо пригорели. Ну, ладно. В общем, короче говоря, прикольно. Сейчас я даже заскриню этот прекрасный слайд. Ладненько. И теперь вернемся к презентации тогда. Да, еще два QR-кода на сегодня, простите. Значит, это на всякий случай. У нас есть, собственно, группа ВКонтакте. Это... Кстати, про группу ВКонтакте я тут вспомнил. Вообще-то у меня было 9 человек, кандидатов на наш кружок, среди девятых классов, судя по результатам опроса в группе ВКонтакте. И где они тогда в конференции? Какое-то безобразие. Ладно. Так вот, в этой группе у нас, во-первых, выкладывают учебные материалы, но это редко, потому что в основном мне лень. А во-вторых, в этой группе у нас есть главное, это опрос. В этом опросе вы пикаете со своим профилем ВКонтакте, в каком вы... Понимаю. Простите, пожалуйста. Я тут это не рофал. Беда с интернетом. А на каком моменте все отвалилось? На том, что ты дал QR-код. Короче. Еще разочек. У нас есть группа ВКонтакте. И в этой группе у нас есть опрос. В этом опросе вы можете тыкнуть, что вы в восьмом классе или в девятом классе и хотите заниматься. И после этого... Или хлеб. Или хлеб. Ну, или можно все вместе. Обычно оно сочетается. Вот. И после этого я добавлю вас из этого опроса в беседу уже для ваших классов в нашей сборной. И в этой беседе мы обсуждаем, когда занятие, когда оно отменилось, я скидываю туда задачки, скриншоты, еще что-то и так далее. Голосовалки, во сколько у нас начнется урок и все такое. Поэтому обязательно в этом опросе протыкайте. И без этого вы просто не попадете в обсуждение. Это очень важно. Вот. Поэтому вот в эту группу зайдите и туда подпишитесь. Вот. Также у нас есть плейлист на YouTube. Вы можете там посмотреть, собственно, чем мы занимаемся. Там есть видео всяких семинаров, лекций, экспериментов и так далее. Ну, это так. Чисто если интересно. Если нет, можно забить. Вот. Окей. Формат занятий. Собственно, формат у нас состоит из трех таких основных типов. Во-первых, это лекции. Это когда я открываю презентацию и начинаю вам расшаривать какую-то теорию. Просто по материалу. Значит, это вот это оно, другое. Вы что-то там записываете или ничего не записываете. Но как бы я стараюсь вам накачать теорию. Семинар. Это когда я приношу какие-нибудь задачи, либо олимпиадку, либо еще чего-то. И мы все вместе это решаем. Например, вы решаете задачи, потом я разбираю их у доски. Или вы сами выходите, у доски их решаете. Или мы параллельно это делаем. Или еще как-то. Ну, в общем, задачки. И, наконец, третий вариант. Это практику мои синтезы. Это разные вещи. Практикум. Это когда вы сидите сами. У каждого есть набор реактивов. И вы что-то делаете. И там, типа, решаете задачу химическую какую-то. Аналитическую, например. А синтез. Это когда у нас один или два синтеза на всю группу. И мы все вместе готовим растворы. Каждаем, например, какую-то свою часть. Или кто-то стоит, делает, все остальные смотрят. И мы получаем хоть сложное соединение, которое обычно в школе, конечно же, никто не получает. И там потом доказываем, что это оно. Это интересно. Там бывают большие такие установки. Ну, сейчас посмотрим. Да. Для того, чтобы готовиться к Олимпиадам, вообще нужно, конечно, ботать. Потому что это важно. И, конечно, все подготовки и посещение занятий, это прикольно. Но если вы хотите реально чего-то добиваться, то вам надо ботать конкретно. Вот. Поэтому, как бы, других вариантов тут нет. Ботать? А, да. Расшифровка. Ботать – это учить, если что. Я не знаю, но это от слова. Спасибо. Окей. Ну, это такой жаргон прям. Ну, в смысле, я чувствую себя бумером. Я говорю слово, которое не знают дети. В смысле? А вообще-то ботать. 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 Хорошо. Так, окей. А, ну, сейчас немножко фоточек вам просто покажу. Ну, вот смотрите. Например, здесь мы синтезировали хлор. И вот там в колбе боевой отравляющий газ – хлор. Вот. Это наш первый набор сборной справа снизу. Тут вот что-то происходит. Вот здесь вот мы варим кристаллы. Смотрите. Ну, мы варим растворы, а потом из них кристаллизируем. Ну, у каждого был свой растворчик. И потом можно было сделать кристаллик и забрать его себе после получения. Вот. Тут какие-то сложные соединения. Вот тут титрует стоит в ванне. У нас есть черные модные перчатки в Blackstar. Вот. Потом это наш следующий набор. У нас еще появились халатики модные тоже. Что вам еще показать? А, вот смотрите. Это было прикольное занятие. Сверху слева фотография. У нас была задача по титрованию. Я так понимаю, что это практикум с какого-то регионального этапа. И видите тут на штативе закреплена маленькая-маленькая колбочка. Это была такая идея, что как в Гарри Поттере. Там был профессор Слизнард, который принес зелье. Зелье удачи. Феликс Филиксис. И вот, короче, я принес колбочку с частичками золота, которые плавали в керосине. Или в каком-то масле. Я не помню. В эфире. В чем-то плавали, короче. Красиво. И тот, кто лучше всех, соответственно, выполнил эту сдачу, точнее всех получил результат, тот забрал это золото с собой в качестве приза. Вот. Такое у нас бывает. Вот справа стоит люди в рядок тетруют что-то йодом. Где Дмитрия? Слева, по-моему, это взорвался мармеладный мишка в пробирке. Алло, вы здесь? А то у меня ощущение, что я сам с собой разговариваю. Да, мы тут. Я вам внимательно. Хорошо. Вот. Сверху, смотрите, фиолетовые пары. Это, короче, йод. Вот вы всегда думали, наверное, возможно, что йод это такое соединение коричневое у мамы стоит в шкафчике. Но вот на самом деле йод это может быть фиолетовый газ. Вот так бывает. Это сало. Я не знаю, почему-то дети сделали мем с салом. Я так и не врубился, причем тут сало. Ну, окей. А я расшаривал там какие-то структуры. Вот. Справа снизу на картинке это цинк с серой. Мы смешали. И он там тоже взорвался на всю тягу. Просто разлетелся. Ой, ладно. Ну, в общем, я вас немножко постарался зарядить нашей атмосферой, чтобы вы поняли, что бывает прикольно. А, собственно, плюшки. Зачем вам это может быть нужно? Ну, во-первых, да. Бонусные оценки у нас есть. Это пятерки. Для тех, кто ходит на занятия, работает, что-то решает, что-то пытается ботать, задает вопросы, то, как бы, конечно, это оценивается пятерками. Ну, не то, чтобы это прям постоянно происходит, но я стараюсь, чтобы, ну, уж с какой-то регулярностью оценки выставлять на химию вам. Естественно, на общую химию как бы наш предмет как отдельный не идет. Понятное дело. Вот. Потом. Я не знаю, как это сейчас работает. Я уже слишком бумер. Да, блин, четыре года назад закончил лицейв, но в мои годы это работало. Ой, простите. И призерство на муниципальном даже этапе, который, это типа несложно, по идее, оно дает вам освобождение от зачета в конце года, что, наверное, для всех лицеистов приятно. Ну, понятно, что химия – это про красивые и интересные опыты, поэтому, конечно, когда вы сами что-то делаете, там какие-то превращения происходят, то это очень круто. Вы говорили по поводу освобождения от зачета. Хочу добавить, что на церемонии вступительные сказали, что если будет призерство муниципальным в портфолио, то могут освободиться от зачета. Так что это до сих пор работает. А на девятый класс это не распространяется. Нам сказали, что если вы выбираете в Сирос, мы вам все равно ничего не дадим. А мы будем изучать формулу динамита? Формулу динамита? Да. Динамит – это… Формула динамита. Это тринитроглицерин. Динамит – это предмет. Да, 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 да. Динамит – это типа губка. Можно я все-таки договорю уже? Короче, это губка, в которую смочена тринитроглицерином. Поэтому если у вас получится сделать тринитроглицерин, то потом вы можете его на губку намочить и посушить, и будет динамит. Собственно, вот я вам весь секрет раскрыл. Так, ладно. Так вот, если вы нормально будете писать олимпиадки за счет того, как вы ботали в течение курса, то вы сможете попасть, во-первых, в Сириус. А в Сириусе круто, но об этом я сейчас скажу. Потом получить гранты. Даже в школе уже дают деньги. Грант мэра Москвы, грант президента. В принципе, они не такие плохие. Там, ну, десятки и даже сотни тысяч рублей можно получить. Это неплохо. Ну, понятно, что за все раздают деньги тоже. Там 500 тысяч рублей. В том году миллион рублей они получили. Два двоих, мои выпускники. Но это прикольно. Вот. А, ну да. И еще плюс, если это в Сириус, то оно дает автоматическое поступление в ВУЗ. Ну, типа, вы вообще не паритесь по поводу ЕГС. Ноги открываете дверь в приемную комиссию и все. И вы зачислены. Нахимпаками, голубками. Так. Ну и да, конечно. Во-первых, у нас бывают печеньки. И теперь не только печеньки. И еще шоколадки, и конфеты, и чай, и что угодно просто у нас бывает. Вот. И к тому же у вас будут друзья, с которыми есть чего обсудить. Какие-нибудь задачки обсудить или олимпиадки и так далее. Вот. В том числе и старшие друзья, которые вам непременно помогут освоиться. Вот. Изучить что-то новое и понять химию. Ну, может быть, вот примерно так, как на этой мемасике. Значит, что? Сборы еще бывают. Да, у нас бывают сборы. И у меня дети регулярно ездили на сборы. Особенно в сборную Москвы. Наверное, раза четыре. В Сириус три раза или два раза или три раза. Что-то такое дети ездили. Но это довольно много, учитывая, что я веду не так уж долго в полицее. Сборная Москвы. Это когда вы выходите на регион. Уже вы можете попасть в сборную без конкурса. Но, в принципе, я вам расскажу, как, если даже вы на регион не очень затащили, я вам расскажу, как все равно туда попасть. Там контакты налажены. Вот. И там прикольно. Там бесплатно ведут вам очень крутые профессоральные преподаватели. Ведут вам занятия. Там бесплатно кормят. Там вообще прикольные эксперименты. Крутое оборудование. Прям профессиональное, химическое. Ну, это вообще прикольно. Ну, и Сириус, конечно. Да, это гостиница Рэдисон пятизвездочная, в которой вы живете. Которые вас обслуживают буквально море, бассейн, все такое. И, конечно же, очень крутые лекции, семинары, занятия, никаких домашек, естественно. Короче говоря, и лабы. Сириус. Это прикольно. Ну, это типа перспективы, которые у вас есть, если вы что-то заботаете. Вот. План занятий. Значит, сегодня у нас вводное занятие. Я вот здесь вот на этом этапе теперь уже официально говорю. Напишите своим друзьям, которые могут заинтересоваться химикой. Надо побольше людей собрать. Нужно охватить аудиторию девятых и восьмых классов. Давайте. Надо это сделать. Да, и актуальное расписание занятий у нас будет в группе ВКонтакте, на которой уже была там ссылочка, и еще в конце сам тоже будет. И там же вы должны тыкнуть вопрос, чтобы попасть в беседу сборной и быть в курсе дел. Первое реальное занятие, ну, в смысле, на котором мы будем даже какой-то хибией заниматься, для восьмого класса будет 15 сентября, то есть через неделю, в среду. Для девятого класса, опять же, дистанционное занятие будет 17 сентября, то есть в пятницу. Скажите, во сколько вам удобно? Потому что вот сегодня я поставил на шесть, но я так чисто подумал, наверное, в шесть вам удобно. Но это нормально? Ну, смотря когда. Ну, вот, собственно, в следующую среду и в пятницу. Да, в шесть нормально. В пятый, в пятый, в шестой пары, типа того. Ну, это же дистанционно, пофигу. Ну, из дома же. Ну, я в это время еще не буду дома. У меня в пятый только кончаются уроки в это время. В среду. Ну, можно там где-то в полседьмого, скажем. Потому что мне надо еще понимать, я могу вам немножко ввести вас в курс дела. Я сейчас нахожусь во Франции, в институте Жанны Ламура. Я тут работаю. Вот. Собственно, я тут лаборатория. И я вот сейчас пополнялся в каворклинг, отсюда вам читаю занятия. Соответственно, у меня здесь другой часовой пояс. И поэтому как раз если на полчаса позже, то здесь уже институт закрывается. А до своего отеля я еще не успею дойти. И в общем, вот такие вот траблы. Поэтому на самом деле... Мне кажется, идеальный вариант в шесть. В шесть нормально, да. Все, кто пришли сейчас, да, и в следующий раз. Вот. Соответственно, 25 сентября, 26 сентября, я приезжаю в Россию. И после этого я уже могу очно у вас вести занятия нормально в лицее. Вот. Кстати, про нормальные занятия. Они будут по средам и по субботам. Вот. По средам и по субботам. В среду в 16 часов у нас начинается в 4. А в субботу по-разному. У нас все субботы рабочие. То есть и рабочие, и нерабочие тоже рабочие. В нерабочие мы встречаемся в 12 часов. А в рабочие это от вас зависит. То есть как у вас пары заканчиваются, после этого мы можем. То есть если у вас после третьей пары свободно, четвертая, то, соответственно, во сколько там? Два мы можем начинать. Чтобы вам было не грустно, я вас покормлю перед этим чайком. Вот. И, наверное, мы будем как-то чередовать. То есть чтобы... Ну, потому что в субботу приходить, наверное, всем так, типа, о, в субботу приходить. Поэтому мы будем чередовать то восьмые, то девятые таким образом. Ну, посмотрим, как там будет. Окей? Да, да. Да, хорошо. Да, конечно. Вот. Ну, окей. Собственно, готов отвечать на ваши вопросы. Что, как, где, кто-то что упустил. И еще раз даю ссылку на группу для тех, кто не успел каким-то образом зайти в группу и тыкнуть вопрос или скинуть ссылку своим друзьям. Или заскринить QR-код и скинуть своим друзьям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok